На планете маленького принца всегда росли простые, скромные цветы. У них было мало лепестков, они занимали совсем мало места и никого не беспокоили. Они раскрывались поутру в траве и под вечер увидали. А этот пророс однажды из зерна, занесенного неведомо откуда. Маленький принц исходил глаз с крохного ростка, не похожего на все остальные ростки и былинки. Но кустик быстро перестал тянуться ввысь, и на нем появился путон. Неведомая гостья скрытой стены в своей зеленой комнатке все готовилась, все прихорашивалась. Она не желала явиться на свет встрепанная, точно какой-нибудь маг. Она хотела показаться во всем блеске своей красоты. И вот однажды утром, едва взошло солнце, лепестки раскрылись. И красавица, которая столько трудов положила, готовясь к этой минуте, сказала, поёбывая. Ах, я на севу проснулась. Прошу, извините, я еще совсем растрепана. Маленький принц не мог держать восторга. Маленький принц, конечно, догадался, что удивительная гостья исцратает избытком скромности. Зато она была так прекрасна, что дух захватывала. А вскоре она заметила. Мне кажется, пора завтракать. Будьте так добры, позабудьте ось обо мне. Маленький принц очень смутился. Разыскал лейку и полил цветок ключевой водой. Скоро оказалось, что красавица карта и обидчива. И он совсем с ней измучился. У нее было четыре шипа. И однажды она сказала ему. Может так случиться, что сюда явятся тигры со своими когтями? Ну и пусть приходят тигры. Я не боюсь их когтей, ведь у меня четыре шипа. Но я ужасно боюсь гвозняков. У вас тут нет шермы. А когда настанет вечер, накройте меня колпаком. Ведь у вас тут слишком холодно. Очень уютная планета. Там, откуда я сюда явилась. Ну где же шерма? Где же колпак? Растение, а боится сквозняков. Очень странно. Подумал маленький принц. Какой трудный характер у этого цветка. Хотя маленький принц и полюбил прекрасный цветок и рад был ему служить Но вскоре в душе его пробудились сомнения Пустые слова розы он принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя очень несчастным Роза напоила благоуханием всю его планету, а он не умел этому радоваться Надо было судить не по словам, а по делам Роза дарила ему свой аромат, озаряла его жизнь За этими жалкими хитростями и уловками надо было угадать нежность Но цветы так непосредовательно И маленький принц был еще слишком молод И он еще не умел любить Продолжение следует...